Вы необыкновенный человек. И судьба сложилась так, что я с вами работала непродолжительно год. Но я выросла на ваших глазах. На этом речицком заводе, где я тоже и маленькая ползала под столом. Конечно же, сегодня только здоровье и благополучие. Мы принесли вам подарок как губернатора Московской области. И от нас подарок, это вам со Светланой Эриковной, абонемент театральный, чтобы вы купили себе билеты и ехали с ней в театр. 19 сентября 2023 года Зауру Павловичу Петросяну исполнилось 85 лет. Он по-прежнему активен и участвует в организации выставок. Заур Павлович долгое время возглавлял Речицкий фарфоровый завод. Были взлеты и падения. Сегодня предприятие переживает второе рождение. Мы в свое время поставляли в 19 стран свою продукцию. Снабжали весь Советский Союз. Думаю, что будущее будет прекрасным. Сейчас Заур Павлович вместе с директором Речицкого завода Татьяна и Аджима готовятся к 165-летию предприятия. Я просто счастлива, что вы – это именно вы, какой вы есть, и что вы меня во всем поддерживаете, все мне передаете, все ваше добро, правильное отношение к делу. Развивайте меня и технически, и технологически, и исторически, потому что я не местная, но я благодаря ровно вам знаю, вот все, что я знаю, вы – самый мой главный источник информации. За это вас благодарю. Много меняется. Завод меняется на ваших глазах, да? К счастью. К счастью, да. Семья ваша прибавляется. Это тоже многого дорогого стоит. Семья у вас очень большая. И с вашей дочкой мы учились в одном классе. Много лет дружим. Поэтому я с удовольствием поздравляю вас с юбилеем. Желаю вашей семье и вам лично здоровья, благополучия. Дожить до праправнуков. Заур Павлович – коллекционер, собравший книги по истории фарфора, фаянса и керамики. Он сохранил образцы изделий, которые выпускались на Речицком фарфоровом заводе. Вы приходили в школу, в Речицкую, где вели уроки для детей. Я думаю, что и сегодня вам есть о чем рассказать. Как в плане воспитания, освоения исторического и культурного наследия к Желе. Я чувствую гордость и радость за то, что завод, которому уже 165 лет, жив, опять возродит славу.